Вот смотрите, сейчас от Бэтрайдера улетает бан, те же два бана от ЕГЭа, ЕГЭ не собирается отходить от своей стратегии, минус Тинни, минус Бистмастер. Забанят ли Эрспирита? Ну смотри, если не забанят сейчас Леона, посмотрим, будет ли в Пифе Леон. Слушай, опять фрестпик у нас получается в команде Evil Geniuses, то есть на этот раз Дайер выбрали комплексити, банят они Эрспирита, ну и Evil Geniuses будут начинать свой рестпик с... Дарксир. Они могут также Дарксир взять, могут и Нигму взять. Скорее всего... Они все игры Дарксир, Свен последние играют. Дарксир, Свен, Вич, Доктор, Баунти, Хантер, вот эта агрессия, составивание 5 на 5. Ну может быть и Нигму, может быть и Дарксир, думаю, что-то из этого. Ну да, скорее всего. Если сейчас возьмут Дарксира и Колон забирают Баунти Хантера, с закрывающим пиком ЕГЭ забирают БХ себе. Нет, ЕГЭ забирают обычно БХ против Лесников, то есть Нигму, Чен, просто так они не брали. Они забирают, скорее всего, и вот так. Дарксир и БХ очень опасная пигня. Пять из шести последних игр были сыграны действительно с Дарксиром. Забавный такой пик, как бы сразу законтрили и Нигму, и Вайда потенциального, ну и просто взяли саппорта. Вроде ничего не раскрываем. Будут ли Комплексити продолжать играть своих Виспов или может быть покажут какую-нибудь... Ну, они могут, у них есть разнообразные стратегии, в группе они что-то показывали, и ну вот как-то вот надо... Я вот смотрю, четыре последние игры у Комплексити Висп. Ну да, так и есть. Подожди, против Альянсов разве три с Виспом были? Да, 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 все три были с Виспом. Слушайте. Не, ну Виспа надо все равно сейчас брать, просто надо постараться, наверное, сыграть какой-то Висп ЦК, не знаю, Висп что-то. Или опять Висп Де Варвар будет. Сто процентов, я думаю. Да, похоже на то. Может быть, Дарксир заберу. Да, у них все было хорошо в пике в предыдущем, плюс-минус, уколы. Да не нужно? До четвертого пика. Пока драться не начали они. Нет, так у них были перспективы, например. Пока игра не стартанул. Да, они даже с этим Ораклом очень хорошо начало провели и могли дальше спокойно фармить, еще раз повторюсь. И могли бы игру спокойно эту выигрывать, просто не нужны были эти три драки, которые все поменяли. Блин, при том у них на самом деле Висп с Венб были, и Висп Девав, ну Висп, в общем, был, они могли сплитить очень здорово. Им тут что-то там пушить, спокойно тоже сплитишь, воруют Дарксир в итоге. Дарксир точно бы забрали ГГ, но сейчас они точно возьмут Энигму. Точно возьмут Энигму, идеально против Релокейта, Дарксир тоже сложно сбивает. Да, против Виспа, и очень хороший вариант. По-моему Энигма это вообще лучший герой, но у ППД могут быть вот в таком вот сетапе, который на экране, по-моему, и в таких играх. Еще и Вистмастер уже в бане, и Винга у тебя, и у врагов Висп, и вообще все вроде, все намекает. Всегда есть лич. Ну понятно, просто так мы тут сидим. Я думаю, что Свен будет в бане, неважно какой команды, он заходит обеим. Ну, на месте комплексити, может, и стоит подбанить. Им-то точно Свен уже не очень хорош, потому что Энигма. Все-таки вот видишь Энигму, Свен уже не настолько здоровый. А вот ЕГ, Свен, хорош. Инвокер, я думаю, следующий бан, Evil Genius должен быть. Под эту комбинацию тоже его не стоит отдавать. Висп, Дарксир вчера был у комплексити. Был Свен, Инвокер, Спирит еще за это. К этому всему. Бон Флетчер. Мне кажется, знаешь, что надо банить Свена, брать Урсу. И поехали за Дайр, Висп, Урса, как старые добрые, Рошанчики. Кусь-кусь делаем, только главное... Не, ну здесь на Урсу есть контроль нормальный. Сноуболить просто с Урсой, когда идет сноубол, ты его не законтролишь. Так а какой нормальный контроль? Урса... Ну тут дело в Рошанах. Ты за Дайр, у тебя Рошаны под боком. Набери только героев, чтобы в вакуум закидывать скиллы и все. Да, когда ты на 12-й минуте бежишь с Айгисом просто под товара, тебе там никакой контроль не поможет. Есть такое. Особенно, когда за тобой еще четверо бегут. Твоих. А вот когда они бегут, да, Вован, тут и начинаются проблемы. Комплексити вчера с Фурионом играли, может быть, играли. Оно сейчас уже не будет Дарксировать. Они, кстати, с Фурионом играют на двух позициях. И их спешно. ЕГЭ под Энигмой будет играть давление. Скорее всего, как вчера в матче будет, может быть, опять то же самое ДП появится. Ликантропа могут... Может быть, Ликантроп, да. И они как раз под эту быструю меку от Энигмы будут выходить на товара и пытаться ломать как раз. Драки навязывать ранее, как раз когда Ликантроп силен под своей медалькой, под своим Владимиром. В прошлой игре комплексити забанили Ликантропа. Вот четвертым баном. Четвертым они забанили. Забанили Мирану, потому что чувствуют ОД, видимо, что будет пикнут. И как бы Мирану тоже могут взять. Потом комплексити вместе с этим ОД и убрали ее просто. А ОД вот не убрали. То есть ОД самого, видимо, не особо опасаются. Опять пугну возьмут. Что бы нет. Кстати, на самом деле, если комплексити возьмут ОД, то ЕГЭ реально могут вместо Деспрофит взять пугну и пойти в жесткий такой пуш. Там одни кастеры, прокастеры. Опять банк вот этого Вайда. Дабишь их под палкой. Байн героев Юниверсу. Ну, Юниверс найдет, на чем поиграть. Тот еще персонаж. Фурион ЕГЭ неплохо зайдет. Да. Тоже играли они вчера. Фурион. Это как раз-таки игра против Сиклетов, которую они за 15 минут вынесли. Нигма, Фурион, Волк. Фуриона там не было. Там Дарк Сир был. Есть подозрение. Вчера был какой-то игрой. Фурион. Они фурионом играли в группе, когда они... А, против Виртуз Кро. Когда выносили Виртуз Кро. Там в двух играх был Фурион. Ну, так есть подозрение, что ЕГЭ могут взять Фурион, какой-то Волк, какая-то ДП или Пугна, что-то такое. Просто задавить мясом. Колом надо сейчас брать, может быть, какого-то суппорта. И лучше бы я подумал на суппорт как раз с Оуешным нюком. У Колов через гирокоптеры неплохо получалось. Чтобы не показывать своих коров и чтобы на всякий случай как раз отбивать этот пуш. Да, тут не поспоришь. Ну, либо брать кора сразу с Оуешным нюком, то есть гирокоптера. Но нафиг он нужен. Почему неплохо? Ну, в принципе, да. Тогда берем. Станов нету уже. Станов нету. Станов нету. И как раз Волк тогда заезжает уже неплохо. Может, как фирменный Джакиро залезет? Джакирос. В Ниддос. Последняя игра. Может, пора? Пора. Это не Архон. Может, не последняя. У Архон уже был Джакирос. Джакирос, ну, ничего страшного. У этих была лесная регионка. Орлюшечка! Вот он уровень пошел. Вот они нормальные герои в Доту 2. Ну, нормально, но это чтобы Энигмы сбивали. Мне кажется, время с собаки-пирата. Кстати, когда... С собака-пирата. Когда играли в Virtus.pro, они брали первым пиком Виспа, вот когда они как раз отлетели. Против них взяли тогда Энигмы. И не было особо контры. Нам все вот это 5 на 5. Я предлагал взять Варлока против Энигмы, как старые добрые. Ну, да. Чтобы было понятно, напомнить всем, Варлок сбивает белков Энигмы в любом случае. Даже если она купит Ринкин, Лот, БКБ там. Варлок, фишка этого героя, что ему лучше в драки кинуть как раз под свои банды, под замедление, чтобы там големы разбивали. А вот оставлять големов, типа как оставляет, наверное, Сайленсер на свой глобал, это не очень. Есть, когда что кинуть, под вакуум все вот это залетит. Очень больно. По ситуации, по ситуации, то есть если ты видишь, что ты и так разваливаешь, тебе пофиг на тот блэкхол, кидаешь. Да если вот просто ты начал драку, всех стянул, туда прилетел голем, вряд ли уже у ЕГЭ получится такая ситуация, что блэкхол будет повод давать. Нет, по оставляшку понятное дело, если там скинул сразу банды и кинул голема, то там Энигма уже, она просто сбежать будет в панике. Она не будет на развороте юзать БКБ и на 15 хп там юзать свой блэкхол. Толку нету. А если такого нету, если Энигма ставит позиционочки, ты голема не можешь кинуть. Слушай, главное, что задумался сейчас Питер над происходящим. Я бы тоже задумался. Ну, у комплексити усиливалось 5 на 5, у ЕГЭ все еще есть вариации пойти с фуриона волков, пушить, сплит, пушить, давить это все, варлок, потому что, ну, очень медленные герои у комплексити. И этот висп тоже просто так пикнут, потому что ни к доксиру, ни к варлоку ты не сделаешь локейт для ганга, он будет просто перемещаться по карте, что-то там кого-то бафать, лечить. Инвокер от Сумаила. Ну, это тоже может быть пуш через Фаржей, через Некров. Видели мы эту всю историю. Иммер Спирит. Пожалуйста, отбиваемся. Отбиваем пуш. Моментальный причем, это Иммер Спирит был, походу, журналами. Ну, Честик вчера же отлично сыграл все-таки на этом герое. Мы помним против Alliance. Почему бы еще... Полов все неплохо, на самом деле. Им главное, чтобы их в начале как раз-таки не поддавили. Я думаю, это Лайкон будет. Сейчас рано или поздно должен зайти. Или Лайкон, или тот же... Они сейчас не возьмут, забанят Лайкон. Или тот же Свен. Дров, ну, то же самое. Это под пуш, да, все, они на давление. Пять РНЖ, Далон, и все это подавлено. Они не возьмут пять РНЖ, они сейчас возьмут какого-нибудь на Хардбрюмастер, или типа того, скорее всего, для Юниверса. Контроль нужен такой еще какой-то определенный. Тайт Хантер? Вот, Тайт Хантер. Да, БКБшников вообще нет. Да, Тайт Хантер, ну, да, Тайт Хантер, наверное, идеальный. Он еще не в бане оказывается до сих пор. Эмбер Спириту невыгодно, БКБ собирать там вторым митом после Баттл Фьюри. А ЕГЭ, это что, Энигма Волфлейн для Юниверса, или все-таки для Юниверса сейчас будет что-то добираться? Нет, в Тайт Хантер, скорее всего, мы... Она слишком много вывозит, слишком быстрая мека, нет, что-то ставит. Как насчет Тайт Хантера... Нет, Тайт Хантер в комплексте... Для ЕГЭ нет. В комплексте будет, Варлок, как вы думаете, спорт или мидер? Вообще, комплексте нужен чистый лесник, потому что у врагов чистый лесник, и в такой ситуации можно брать и Тайт Хантера. Я думаю, что в комплексте Варлок саппорт будет. А, так думаешь? Ну, я думаю, да. Мне кажется, это мидер. Я тоже думаю, мидер. Нафиг нужен саппорт, Варлок, это просто... А он только для големы, здесь и бандов, он это с любой роли может делать. Ему эти айтемы здесь ничего не порешают. Да нет, он покупает любые себе предметы с мид, он очень хорошо стоит мид. Смотри, у комплексте есть и Дарксир, и Эмберспирит, и они все равно банят Бруду. Но тогда уже скорее это будет мидовой Варлок. Они просто не хотят идти Виспом и Эмберспиритом в сложную линию. Как бы против Дровки, против Финги, они их просто с рук забьют там. Ну, так-то туда ни один герой пока у комплексте не может прийти. Не, чтобы Дарксир против Бруду сайдил. Ну да, они не хотят, они в хард идти, а, да, как они, типа Эмберспирит, Висп, это средняя линия. Мне кажется, колы плюс к этому хотят взять еще и реального лесника какого-то, потому что если бы они хотели взять лейн саппорта третьего, то, в принципе, пофигу было бы на Бруду. Видишь же, комплексте тоже думают, что, ой, тьфу, ЕГЭ тоже думают. Я бы похож на комплекс, что Варлок саппорт. Если они стоят на легкой линии, я бы взял что-то из серии, может быть, какого-то Сэн Кинга. Он, кстати, здесь неплохо заходит, как раз на этот пуш. Если он получит быстрый дайгер где-то там, и это стан лишний, потому что станов нет. Мне нравится что-то вроде пака для колов. Мне нравится что-то против БКБ, что может уравить БКБ и... То есть Варлока мало? Они будут просто врываться, туда будет прыгать Дарксир, Вакуум, Голем, Эмберспирит, кто-то с Релокейтом. Мне Сэн Кинг очень нравится, под Вакуум, это стан и эпицентры. Мне кажется, Сэн Кинг здесь будет куском, он даже, ну, непонятно, где он будет свой дайгер спать. В смысле, он будет куском, все, будет очень пассивная игра, кто тут что будет делать. Первые 10 минут, потом пойдет даром. Когда Энигма будет смекать, Сэн Кинг будет только третьим левелом подбираться к своим стакам. В смысле, берешь ботинок, забираешь баунти руны, делаешь пару пулу в себе, и у тебя как раз в 10-13 минуте дайгер при пассивной игре. Ты даже приходить не к кому. Затем приходить в лес фарме, Энигма тоже не будет никуда ходить. Яга сильнее при пассивной игре, Дровка с Фингой убьют этого Дарксира, Инвокер под Аурой и Дроу Рейнджер выиграет мид, я думаю, по ластхитам. Ты геракоп, ты. Я же говорил, Варлэк, суппорт. Ты, удачи ему, быть саппортом, Варлэком. Его взяли просто големы кинуть на голову. По-моему, комплексы растерялись сами. Лучше бы они Леща тогда взяли, если вот ты хочешь... Да нет, нормально они взяли, же неплохо. Зачем им саппорт, у них и так, ну, хватает плохих героев. Ну вот, Варлэк, полахеши. Это Никс, 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 опять-таки для ЕГЭ. Третий раз за три раза мы видим. Уже третий игрок у ЕГЭ играет на Никсе. Да, кстати, играл у нас Сумейл, играл вчера Фирс, сегодня будет играть Юниверс. Ну что, вот они, комплексы. На заднем плане мы видим Майлл Шторма вместе с Гатхантом. Вон там где-то они сидят засвеченные светом. Ламп. Не то, что мы. 1-0. Счет пользы ЕГЭ. Вторая карта матча за выход в топ-4 шанхайского мажора начинается прямо сейчас. Смогут ли Колл переграть чемпионы мира, мы узнаем очень-очень скоро. Слово нашим комментаторам. Спасибо, Виталий. Доброе утро, дорогие зрители. У кого-то, возможно, день, но вряд ли у кого-то вечер. Да, вы слышите, как аплодируют трибуны. Начинается матч. Эту игру, наверное, многие ждали. И вторая карта. Да, пики у нас просто огонь. Попытались команды друг друга обмануть. Вот этот варлок, который вроде бы должен быть кором, а в последний момент его решают сделать саппортом. И действительно, Evil Genius'а это предугадали. Нам здесь показывают китайских зрителей, которые что-то показывают своими табличками. К сожалению, не в состоянии мы прочитать. Надо учить. Надо учить, надо стараться. Ну что ж, начинается игра. И давайте посмотрим. Команда Complexity. Swindles на Dark City. Limb на Geerocopter. Chessy на Ember Spirit. Zifrig на Support Warlock. И Ханскен на Виспе в очередной раз. Ну и Evil Genius'а с PPD будет играть на Vengeful Spirit. Sumail Invoker Universe. Nyx Assassin. Фир будет исполнять на Enigme. И Артизи расстреливать на Draw Ranger. Вот я замечаю всегда, когда команда выигрывает 1-0, во второй катке пытается взять какой-то райт-клик и вот проехаться типа по халяве. Вот сейчас расстреляем, и все, там на 10-й минуте погоня за PPD. Ну, вряд ли догонят. Хотя по тизерам нет. Пиди замансил. Swindles его увидят. Вот здесь уже рядом Enigma. Нет, придется отступить. Ну, спалили сейчас местоположение всей команды комплексти. Enigma еще идет боковать, подстреливать. Но надо быть аккуратнее. Да нет, здесь нужно отступать, быстрее расходиться на линии. Ну, с этой цеплят вообще нечем. Если чинсы до тебя не достают, то ты в безопасности. Warlock там начнет кастовать и замедлять. Неприятно для него быть на первом уровне, потом с этой штукой остаться. Да, кстати. Ну, изредка я видел такие вещи. Ой-ой-ой. Swindles. Swindles. Минус Артизи проседает жестко, получает подхил. Это минус Артизи сейчас будет. Нет, нет, нет. Нет. Седает веточку, но потерял все хп. Придется идти на базу, да. Единственное то, что у нас... Ой, Чесси, 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 Висп. Ну, спасаю Чесси. Артизи отправился на базу. Баунтирунно забрал Гирокоптер и Инвокер. Будут они стоять друг против друга. У Гирокоптера, скорее всего, опять будет ракеточка вот эта, которую мы вчера видели. Здесь Юниверс на верхней линии, который великолепно исполнил в прошлой игре на Дарксире. Взял себе щиток и два манга. Очень жесткий реген с таким айтем-билдом. Ой-ой, Гирокоптер. Да, Гирокоптеру здесь нужно аккуратнее быть. Инвокер от Сумаила. Да, и вот уже взял себе... Это будет Вексова-Квазова инвокер. То есть это скорее будет он какой-то экшен наводить. И даже это не под пуш, судя по всему. Ну, во всяком случае, не ранний. Если сейчас не начнет качать экзорд. Поставлен сандрячок здесь, но... Не, пуш здесь в любом случае будет. Вышли они должны забирать моментально. Даже без инвокера. Здесь валом просто дэмэдж аранжового. Ну, в лейт нельзя давать опять комплексности выходить. Потому что вот этот Варлок плюс Эмбер Спирит, Гирокоптер, Дарксир. Это все очень жесткое. И будет тяжеловато. Учитывая, что это саппорт Варлок. Он будет нацелен на то, чтобы сбивать Блэкхолл Энигме. И, как отметили наши аналитики, даже если Энигма не дала свой Блэкхолл, но хорошая есть игровая ситуация, можно вполне закинуть Големов и просто развалить до Блэкхола. А тут на самом деле вопрос, кто синициирует. Потому что есть Никс, который до Даггера доберется. Есть Энигма, который до Даггера доберется. И кто еще запрыгнет. Понятное дело, что Варлок будет пытаться стоять сзади файта и ждать момента, когда нужно вбросить Големов. Там рейндж невероятный просто. Да, с этим проблем у Варлока вообще никаких нет. Но, действительно, здесь будет у нас больше партизанские доты от ЕГЭ. То есть они постараются своим Никсом, своей вот этой вот Дровкой, возможно, мобильной инвокером. Ну, играл Артизи у нас против Virtus.pro как раз-таки в групповой стадии с Дровкой. И там как раз брал всякие блинки с Инжиньяшей, просто носился, создавал движуху на карте. Ну и, конечно, Дровкой это всегда сильный подпуш, потому что по вышке просто бьет она довольно здорово. Да, интересный стоит вард от команды Complexity, который не блочит этот спаун. И здесь ошибка. Ну, точнее, он неинтересный, он, скорее, ошибочный. Видимо, не смотрели гайды по вардингу. Ну, наверное, пропустили парочку от НС. Да. Ну что, Артизи, третий уровень. Пока не особо быстро идет экспа, потому что ППД здесь, я так понимаю, порядочно стилит опыта. Так, там тем временем пошли стаки у нас в лесу. Darkseer вместе с Веспом фармят. Это очень важно сейчас для Complexity, как можно быстрее раскачать своих героев, потому что к моменту, когда ЕГЭ выйдут в пуш, нужно будет чем-то отвечать. Да, там война на миде какая-то жесткая за крипов, и именно поэтому вы, возможно, слышите, что зал охает и ахает. Ну, здесь Сумаил довольно суровый. 10 на 8 против Гирокоптера, у которого 9 на 4 чуть проигрывает. Ну, ровно очень идут. Довольно ровно, да. Да, чуть больше Дунаев Сумаила, но это и понятно, он все-таки на инвокере играет, и тут еще Аурат Дрорейнджер ему весьма сильно помогает. 9 атаки уже дает. Это, кстати, много. А это пока Дрорейнджер скоро доберется до 6-го, и тогда все будет вообще шоколадно для всех рейнджевых героев. Нереально фармить Darkseer в лесу. У него 23 крипа, он не отстает от Энигмы, там миллиарды стаков. Помогает еще, помимо всего, Висп. Уже пятый левел на 3.28, учитывая, что Висп часть экспы съел. Это какая-то жесть, не побоюсь этого слова. Ну, потому что действительно он обогнал Энигму даже по лесному фарму. Там стаки-стаки были, Висп на них трудился, Висп из-за этого сильно просаживается по левлу. Ну, его, правда, пытался в ДС как-то подкачать. Я думаю, что Висп возьмет свое. Плюс ко всему он сейчас сможет подстиливать Экспу, потому что, ну, для Дарксира уже нет такой проблемы. Он может с пятым левелом довольно быстро сам раскачиваться, но с таким быстрым. И важнее как раз Виспу дать хотя бы там какой-нибудь быстрый 3-й, 4-й. На 35 крипов у Дарксира уже Эмбрисп. На Дрорейнджер здесь забили совсем. Это тоже может сыграть злую шутку. Стоит ластки где-то абсолютно все. Ракеты нет. Ракеты нет. Только флэкэнон. Пошел вот с такой вот билд лимб. Приходит ему на мид помогать Ханскин. Дарксир продолжает там фармить. И все у него очень хорошо. Да, как говорили, опять же, аналитики. Игра обещает быть пассивной первые там 10 минут. ЕГЭ потом пойдут в атаку. Но пока что можно наглеть. И этим полностью пользуются... Так, здесь Чейси. Есть Карапасы, если что. Есть Карапасы. Но выходит Варлок. Карапаси будут или нет. Съедает Манго. Замедление от Варлока. Очень жестко замедляется Юниверс. Добьют Юниверс. Просто догорит его флэймбардом. Да, это ферст бат в исполнении Чейси. Ну, а тут на ботами начинается пуш. Придется сюда сейчас смещаться. Потому что полтавар уже отлетела. Увей оф террор. И крипы тоже быстро заканчиваются. Это еще нет шестого уровня у Дроу Рейнджера. Да, перетягивается Дарксир. Но это классическая схема. Ты выманиваешь Дарксира из леса. Он там слишком жестко фармит. Приводишь его на линию. Но здесь стоит отметить, что еще и под катапульту ЕГ все это сделали. То есть максимально эффективно. Они еще пытаются добить эту вышку, на самом деле. Они тут не особо уходят. Да, кидывают. Свиндлз. Прожимается. Фортификейшн. Попытается сейчас заденайить. И это получается. Дарксир днает вышку. У Дарксира огромный дэмэдж с руки. У него маленькая скорость атаки, но у него 72 урона. И плюс ко всему, просто сейчас ЕГ, наверное, немножко удивились тому, какой большой у него левел. Он просто пришел, и как его убивать такими героями? Ну, тяжеловато пробить Дарксиру, который там просто почти седьмой. Тут еще и наглеет свиндлз. ППД скорее наглеет, потому что он там стоит на за лоу ХП, свиндлз, то фуловый. И как ты правильно отметил уровень гешной. Сейчас пошел свиндлз за ППД. Питер Даггер мансует, есть танчик, съедает с Ферри Файр. И ППД здесь вынужден убегать. Гаст получает свиндлз. Ну, как много экшена он наводит на этой линии? Хотя, казалось бы, просто пришел сюда Дарксир против двух ренджей. Но выходит Фир. Фир, есть уже Блэкхолл. Нужно свиндлз убежать. Покупает себе телепорт, пытается сделать телепорт. Уходит в лес. И Маллифайз. Находит. Маллифайз, Сайланс. И убивает. На самом деле, это такой подкорм сейчас для Венги. Потому что уровень большой у Дарксира. Много экспириенса получает Венги Фулл Спирит. Перебаковал свиндлз. Явно он не ожидал увидеть Энигму здесь. Но отличный выход от Фира. Ну что ж, 1-1. Седьмая минута игры. По вышкам 1-0 в пользу ЕГЭ. Но вышку заденяли комплексити. И продолжается у нас... Ага, вот он, выход от Юниверса. Уже 6-ой левел. Висп, Висп. Просто корм уходит. Иллюзии неужели. Обманул. Подкоп. Тычка. Минус Висп. Не уйдет отсюда и гиролет. Фейрифайр съел Сумаил. Погоня. Пытается мансистить. Как-то гирокоптер неужели. Сбараги просто заберет Сумаил. Тоже Фейрифайр. И отходит. Рядом Фир. Есть Энигма с блокхоллом. Нужно быть очень аккуратным. Чейси. Чейси оставляет себе Ремнант. И уходит Чейси. Ну что ж. Отличный выход от Юниверса. С Сумаилом они здорово сагрессировали. 800 демэджа. Хороший ЕМП. Но, конечно, гирокоптера забрать не удается. Тем не менее, фраг на Виспе тоже неплохо. Тоже неплохо. Да, Вендетта реализована. Первый же ультимейт. ППД четвертого уровня. Ну, кстати, тычка с руки весьма увесистая. А на миде нападение на гирокоптера. Гирокоптеру больно подхиливает Варлок. Дает замедление. Стан по Варлоку. О, здесь же Эмбер Спирит. Эмбер Спирит. Есть Блэкхол у Фира. Может быть Блэкхол. Но не хотят тратить пока на Чейси. Юниверс снова в Вендетте. Пошла погоня. Пойдет ли на хайграунд. Нет, боится. Боится. Мало ли, там есть вард. Могут и не отпустить. Поэтому лучше пойти на топ. Тем более, тут Хэнскин. Тут Хэнскин, которого сейчас видит ППД, начинает разминать. Инвокер тоже рядом. Должен быть тизер на крипов. Нет. Не успевает. Очень жесткая комбинация. Флэймгард. Это очень много магического дэмэджа. Но сейчас Чейси. У него нет флэймгарда. Его начинают бить. Получает стан. Поднимают в воздух. Нужно раскастовываться. И стан Чейси забирают. А что задачи? Почему соло фраги такие? Куда он идет? В надежде на что он идет сюда? Я бы даже больше сказал. Ну, ЕГЭ начинают гангать по всей карте с помощью Никс Ассасина. И такое ощущение, что комплексы к этому совершенно не готовы. Хотя именно к этому им и стоило подготовиться. К вот такому пушу и агрессивности. Агрессии. Агрессии команды ЕГЭ. Никс Ассасин для этого и брался. Для того, чтобы просто не позволять как-то сплитпушить и лишать пространства свободного команду комплексы. Ну, тот самый Дроу Рейнджер, который добрал Альдамор Битмаск. Великолепно чувствует себя в лесу. Топ-3 уровней находится у команды Вилл Джиннинс. Да, дынает. Вторая вышка отлетает от рук колов. Жаль, что своя. Да, это безусловно печальный факт. Я думаю, они бы не отказались забрать вышку врагов. Что у нас у Варлока? Пятый левел. У Веспя пятый левел. Получают потихонечку экспу по артефактам. Аквилл на Олимпе, на Чесси. Мека у Дарксира не за гарами. Пока что ее все еще нету. Ну, ЕГЭ, конечно, тоже артефактов не особо много. Но у них есть ОИЧСи. Виктор на Чесси. Стан. Тычка с Виндетты. Подкоп. Моноберн. Минус. Ну, это фит. Это просто фит. Я не знаю, как это еще назвать. Ну, за Т1 человек заходит. Куда? На Эмбер Спирити. Вижена. Против Никса. Просто какая-то совершенно неадекватная дота от комплексити. И если они продолжат в таком духе, это будет слишком легкая победа ЕГЭ. Как в одной из игр у нас там просто не покупали люди Сентри. По-моему, это Фнатики были. Они же с ЕГЭ играли в Венерах. Они просто не покупали Сентри. Выходили. Их также этот Никс Ассасин с Баунти Хантером разрывали. Здесь абсолютно такая же. Смотри, есть уже Доминатор у Дроу Рейнджера. Она переходит на Эншентов. Но хочется 11 уровень, понятное дело, чтобы еще больше пробавить команду. И сейчас уже все порядочно. Нет предела совершенству, как говорится. Барабаны появляются у Инвокера. Тот самый активный статовый Инвокер. Я так понимаю, он даже в обход Мидаса играет. Десятые минуты. Да, есть Голем. Нам показывают. Мидасика действительно нет. С Виндолса нет еще Мекки. Просто Сумаил выходит на Чесси, Чесси. Представляете, как он наглеет. Он просто играет в наглую. Зафрик. Зафрик. Ты посмотри, какие увесистые тычки успел уронить Големов. И его в террор в никуда. Будет ли стан в Чесси. Есть стан в Чесси. С Виндолс. Блэкхолл по-двоим. Виск. Виск без релокейта. Поэтому не может унести. Отсюда подходит Юниверс. Виндетти. Будет ли подкоп? Юниверс. Манеберн. Карапасы. Попытка уйти. Есть Чесси. Минус два. Это невероятно. Но команда Комплексити умудряется принять эту даку. Очень круто. Могут еще подцепить. Есть релокейт. Есть релокейт на Сумаила. Инвиз. Пипеди отсюда вряд ли уйдет. Ставится релокейт на него. Запрыгивает. Но это минус Пипеди. Да. Пытается Ханскина добить. Ветрами добивает Сумаила. Отличный килл. И максимально круто. Знаешь, что не хватало здесь? Здесь не хватало Дроу Рейнджера немного с ТП. Которая могла бы прилететь на Т1. Но вот чем занимается Дроу Рейнджера. На аппы девятый уровень. Да. А Артизи там на самом деле очень не хватало. Буквально пару увесистых тычек по любому герою. А атаки у него почти две сотни. Хороший атак спид. И файт был бы совсем в другую сторону. Он за Блэкхолл бы убил всех. Абсолютно всех бы убил. Под Блэкхолл действительно очень мало дэмэджа. И казалось бы, комплексити так не здорово начали драку. Но Варлок успел кинуть своего Голема. Кого-то подзамедлить. И более-менее разменялись. Хотя по Нетворсам ситуация все еще слишком жесткая. Да. 5000 преимущества Evil Geniuses. Плюс опять более агрессивный пик. И нужно каким-то образом терпеть. Нету Блэкхолла. Но и Голема Варлока нету. ЕГЭ. Выходит в Смоках. Могут сейчас найти кого-то. Ставят Свар. Скорее всего Рошана пойдут. Смоук. Здесь же Вендетта. Все, он дает вижн. Он дает вижн. Не даст просто удивить подойти ментально. Голема, как правильно отметил, нет. Закинуть сюда можно только киллдаун. Но не особо торопится гирокоптер это делать. А Рошан падает очень быстро. Лайфстил есть. Артизи спокойно его вытанковывает. Чесси. Чесси нет фистов. Он даже проверить не может. Это минус Рошан. Изи минус Рошан для Артизи. Evil Geniuses по-прежнему тактически переигрывают слишком сильно команду комплексити. Если что-то не придумают кола, какой-то выход или просто не начнут принимать драки гораздо лучше, что сейчас становится слишком тяжело, то, скорее всего, здесь Evil Geniuses доведут до победы. Сумаил в инвизе. Ищет. Ищет кого-то. Он видит сейчас гиролеты, ЕМП, Торнадо. Либо остается без маны. Один стик, правда, есть. Тут должны пушить вышку. Десятый уровень у Артизи. Из-за того, что нет Мидаса. Что уровень идет не так быстро. Да и часто бегает с командой. Ну что, Мекка на Дарксире. Дарксир довольно высокого уровня. Здесь Никс Ассасин. Варлок начинает замедлять издалека. Ну, просто тянет время, на самом деле. Дроу Рейнджер также стоит в вышку расстреля. Подходит до инвокера. Рядом еще и Винга. Но Винга не подходит. Слишком быстро, да и замедлится. Минус Тавр. Фортификейшн пока поражат. Конверсия, скорее всего, достреляет. Инвокер. Лимпа видят. Минус Тавр пытался сдунаить его. Варлок будет ли свап? Лимпа. Высыпали. Есть. Вакуум неплохой. А что дальше? Что делать? Ремнант. Тропас. Чеси, Чеси. Больно. Мека заходит от Энигмы. Фир. Очень больно. Но падает вис. Фир еле живой. Ремнентов больше нет. С Виндолса забирает. Дроу Рейнджер просто расстреливает всю команду. Всю команду. Привет, Зефрик. Это минус пять. Это минус пять. Еще, скорее всего, Голема заберут. Да, Артизи просто развалит Голема. Ну, что сказать. Не смогли спрятать свою какую-то натуру врыватора в комплексити. Просто поломились на Дроу Рейнджер с Аегисом. Проигрывают 10 тысяч. Сейчас лишатся Тавара. И учитывая динамику этой игры. Да, Гирокоптер нам показывают. Его свапнули. Его убили сразу. Ни блокинбара, ничего нет. Его, кстати, очень сильно не хватило. Вишний барак, ты посмотри, как быстро они сносят. Ну, понятное дело, что они не пойдут в Т4. Там стоит еще Т2. В медле Т2 на топе. Туда можно сместиться. Но вот такое количество денег отыграть очень трудно. Варлок просто бедолага. У него 1700, виск, 200 тонн и творца. Они практически вдвоем имеют столько же, сколько имеет Винга. Да, сейчас слишком жесткий развал. Ну и, конечно, на Гирокоптера была большая надежда. Он не дал свой дэмэдж. Но я боюсь, что теперь, после предыдущей драки, даже если всю идеальность делают комплексти, может не хватить. Слишком много артефактов у ЕГЭ. Ну, на самом деле, уже нет големов, а Блэк Улл есть. Поэтому ЕГЭ сейчас могут просто перейти в дальнейший пуш. Сия готова у Дроу Рейнджера. Теперь ее очень трудно зафокусить. Она статовая, у нее есть лайфстил, у нее за спиной есть Мека от Энигмы. Поэтому как-то быстро разобраться здесь с Артизи не получится. А дабл дэмэдж скоро закончится, но пару-тройку тычек может быть успеет по вышке сделать. Да, что же придумать сейчас в комплексте? Сплите, тем тяжело против Никс Ассасина. Тем более, как-то время выиграть очень тяжко, потому что слишком много дэмэджа у ЕГЭ, просто нечем дефить рампу. 58 секунд до голема. Маленькие лвла, маленькие артефакты. Только чудо какое-то сейчас спасет колл. Минус 100 ворочередный. Еще тыченка падает в копилку. Дроу Рейнджер забирает вышку. Ну все, идут на хайграунд. Конечно, есть Блэк Холл, есть Мека, все абсолютно имеется. Свиндлз. Нужно как-то набежать, дать хороший вакуум. Это немного тяжеловато, нету блинка. Пошли банды, которые, кстати, в прошлой драке я тоже не увидел. Пошло замедление. Варлока поднимают в воздух. Он, на самом деле, заявил, его не подняли, но ему пришлось отменить замедление. Артизи подтащили. Ставится ЕМП, пошел кэлдаун. Хоть что-то, лимпа, может быть, свапнуть. Лип! Артизи просто стоит под кэлдауном, наваливает Блэк Холл в Чесси. Подцепили минус Чесси, но Артизи стоит на хайграунде. У него эгидо. Он развалил в это время гирокоптера. Байбека у гирокоптера нет. Юнивер с карапасами застанил. Свиндлза подкоп. И Дроу Рейнджер просто продолжает наваливать с руки. Приходится тратить релокей, чтобы засейвить Дарк Сира. Минус вторая сторона. Это все, что было необходимо Evil Geniuses. На Егис разменяли байбек, двух героев и сторону. Фактически големы пошли неплохо. Вакуум, стенку на Мека. Форставь Мека. Эфир просто улетает с тпаута, никто ему не сбивает. Артизи, неужто тоже тпаут? Да, чинцы. Чинцы улетают в крипов, Артизи уходит. В итоге Evil Geniuses не теряют никого. Команда Complexity морально, я думаю, сломлена чуть больше, чем полностью. Потому что после вот такого очень тяжело. Но я не знаю, что они сейчас будут делать. Вот, может быть, мы увидим опять какой-то налом финальный. Ну, 20 тысяч на 17-й минуте. Но это слишком много. Да, можно что-то отыграть. Но тут банально уже просто несопоставимое количество ХП с количеством урона. Его просто нет. И опять были потрачены големы. Ставочка в компендиуме на игру быстрее 14-й опять не заходит. Потому что кол борется до конца. Хотя, в принципе, здесь уже, мне кажется, минуты на 12-й было много. Надеется на то, что вдруг вакуум, големы, пятерым бандитам пройдет пару тычек вот этих пассивок. Вылетит Крит у Чесси. Без Кристаллиса или доедался. Ну, это трудновато. Идут на третью сторону. Нужен блинк очень сильно сейчас Дарксиру. Но этого блинка нету даже близко. Потому что ворваться не получилось. Да, идут на третью сторону. Дэмэджи очень много вырезают. Никс Ассасин. Никс Минусует Тавр. Здесь Чесси с лимпом пытаются разменяться. Но это все, у нас всего Тир-1. Последняя третья сторона. Кажется, пока нет Т-1 убивают, они потеряют третью сторону. Настолько быстро пушат. Ты посмотри, Дрогурейнджер. Она с Драгонлэнсом. Да, просто чтобы слоу-граунду стрелять. Да, какие-то миссы, ничего страшного. Тавр все равно отваливается очень уверенно. Пол-вышки уже нет. Походит сюда с Виндолс. Можно вакуум стянуть. Неплохой колдаун. Залетает туда Эмбер Спирит. Но его должны просто принимать. Есть в апартизе. И он с огромного рейнджа начинает настреливать. С Виндолс получил пычку. Еще одна увесистая. Но и приходится уходить от Суны Сержа. Байбэка нет. Големов нет, стенки нет. И поэтому дэмэджа, естественно, не хватает. Нет у нас, конечно же, Чесси. Лимп. Дэмэджа, у которого практически нет. Ну что? Просто заходит Дрогурейнджер. Ничего не боится. И остается последняя третья сторона. Вышка уже упала. Варлок. Но ультимейты должно оставаться не так много. Но времени этого нет. Пытаются дать замедление. Поднимают воздух. Маны нету сейчас. Драться нечем. Просто Никс дает подкоп по герокоптеру. Герокоптер минус. Это ГГ. 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 Пишет Чесси. И злые гении проходят дальше по сетке. И минимум топ-4 себе гарантирует. Хотя для них, конечно... Ну, вы видите эмоции. Понятно, что проход в топ-4 это далеко не то, что нужно. Да, Артизе. Мне кажется, что Артизе разбудили за 5 минут до игры, на самом деле. Но ему нормально. На пиццу уже прям. Парень, ты на Урсе. А потом на Дровке. Но очень хорошо все сделали. И в первой, во второй игре. Комплексти, по-моему, во второй игре уже несколько поломались. Да, вот они выходят. Для них турнир окончен. Но топ-5-6 это очень много. Это достижение. Это достижение для, скажем так, дебютирования. Ну, это очень круто. То есть, тем более, им так не повезло, что им пришлось встретиться со злыми. Возможно, если были сейчас какие-то MVP там или так далее, они бы еще попадались и прошли дальше. Но вот злой урок, то что скинули вниз злых гениев и пришлось встречаться все-таки лузеров именно с ними. Это, конечно, не везение, я бы, наверное, сказал так. Да, но сегодня...